Если у вас Библия с собой, давайте откроем 26 главу книги Исаии. Книга Исаии, 26 глава. Позавчера я молился, готовясь продолжить нашу серию проповедей, и вот что Дух Божий положил мне на сердце. Он сказал, «Я хочу, чтобы ты поговорил о мире». Многие люди проходят через различные проблемы, их мир подвергается испытанию, и если они поймут, какой мир Иисус оставил им, они будут победителями, в какой бы ситуации ни оказались. Аминь. Итак, в это утро я хочу поговорить с вами о пребывании в мире Иисуса. Не в вашем мире, но о пребывании в покое мира Иисуса. Кто из вас сейчас посреди огненного испытания? Я вам хочу сказать, что есть срок истечения годности того, через что вы проходите. Как говорят в баптистской церкви, беда длится не вечно. Существует мир, превосходящий всякое понимание. Аминь. Книга Исаии, 26 глава. Давайте прочтем 3 и 4 стихи вместе. Готовы? Читаем. «Твердого духом, того, чей ум сосредоточен на тебе, ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная». Обратите внимание на слова из 3 стиха. «Ты хранишь в совершенном мире». Дамы и господа, не знаю, как вы, но сам по себе я не имею совершенного мира. Совершенный мир — только тот, который оставил мне Иисус. Библия говорит, «Ты хранишь в совершенном мире того, послушайте, чей ум сосредоточен на тебе». Ваш обладание миром зависит от позиции вашего ума. Если ваш ум сосредоточен на иных вещах, а не на Иисусе, если ваш ум сосредоточен на проблеме, а не на Иисусе, если ваш ум сосредоточен на ситуации, а не на Иисусе, тогда это помешает вам иметь мир, который вы могли бы иметь посреди этой ситуации. Понимаете? Сейчас время, когда мы должны тренировать свой ум и свои мысли пребывать в Иисусе. пребывать в Слове Божьем. Вы знаете, Слово стало плотью и обитало среди людей. В этом месте Писания говорится о том, чтобы сосредотачивать свой ум на Слове Божьем, но мы сосредотачиваем его на Иисусе. Аминь? И мы сосредотачиваем свой ум на Иисусе через Слово Божье и знаем, что Он обещал. «Я буду хранить вас в совершенном мире». Иисус будет хранить нас в своем мире. У совершенного мира есть имя. Иисус. Будете ли вы пребывать в совершенном мире? в мире Иисуса, зависит от того, будет или нет ваш ум утвержден в Иисусе и сосредоточен ли он на нем. Вы можете позволить своему уму рассеиваться и сосредотачиваться на чем угодно, но тут вам необходимо использовать свою власть, чтобы сосредоточить свой ум на Иисусе, сосредоточить его на Слове Божьем. И чем больше вы будете сосредотачивать свой ум на Иисусе, чем больше вы будете сосредотачивать его на Слове, тем больше будете пребывать в мире, превосходящем ваше понимание. Вы не будете понимать, как у меня может быть мир посреди этой ситуации. Многие люди говорят, я не буду беспокоиться об этом, я не должен беспокоиться и не буду, однако это не остановит ваше беспокойство. Единственный способ не беспокоиться, не тревожиться и не быть в стрессе, это иметь контакт с миром Иисуса. Пока вы пытаетесь выработать мир своими силами, игнорируя Слово, игнорируя Иисуса, вы обнаруживаете, что у вас ничего не получается. Бессмысленно, находясь в беде, ожидать, что вы при этом будете в мире и покое. Единственный способ иметь мир, это установить контакт с Личностью Иисуса. Вам необходимо установить контакт с присутствием Иисуса и установить контакт с присутствием Его Слова. Таким образом, вам необходимо сразу же признать, посреди тяжелых обстоятельств, я стану читать Слово Божье, я буду слушать диск с проповедью, я буду фокусироваться на Иисусе, потому что именно в Его присутствии я обрету мир. Мир Иисуса в Его присутствии. Источником мира не могут быть ваши слова. Я не могу поддаваться стрессу. Я не буду поддаваться стрессу. Ваши слова не выведут вас из стресса. Сколько бы вы не уговаривали себя перестать быть в этом состоянии, вы все равно остаетесь в нем. Но если вы установите контакт с присутствием Бога через установку контакта с Его Словом, через благодарение за Его истину, через то, что вы будете смотреть на Иисуса, размышлять о нем, что бы ни происходило, тогда вы обнаружите, что пребываете в мире прямо посреди бури. Аминь. Но вам необходимо это делать. Вы не можете сидеть и говорить, «Давай, Иисус, коснись Меня своим миром». Нет, вы должны стремиться к миру. Вы должны искать Его. Если будете так поступать, у вас будет безопасность прямо посреди бури. Послушайте, что говорится в 4 стихе. «Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть верденья вечная». Дамы и господа, мир Божий — это ваша сила, и приходит она тогда, когда вы начинаете верить тому, что читаете в Слове, доверять тому, что оно говорит, доверять тому, что говорит Иисус. И я говорю вам, в эти последние времена важно, чтобы христиане знали, что делать, чтобы удерживать свой мир во время бури. Аллилуйя! Я не могу обещать вам, что в вашей жизни не будет бурь, но могу вам сказать, что есть убежище, когда они начинаются. Аллилуйя! Я не могу вам обещать, что в вашу жизнь не придут беды, но могу обещать, что есть убежище, где можно переждать бурю. Есть надежное укрытие, которое защитит вас от ветров и дождей, пока они не прекратятся. Присутствие Иисуса, в присутствии Его Слова, мир Иисуса — ваша сила. Аллилуйя! Скажите громко, мир Иисуса — моя сила. Хвала Господу! Мир — это не присутствие беды в вашей жизни. Мир не является отсутствием беды. Я имею в виду, многие люди говорят, «Хвала Господу! У меня есть мир, потому что нет беды». Я говорю не об этом. Мир — это не отсутствие беды, но возможно быть посреди величайшего кризиса в вашей жизни и тем не менее испытывать мир. Именно это я и хочу показать вам. Я хочу показать вам, что ни беда и ни обстоятельства определяют, будет у вас мир или нет. Но Иисус уже определил, что у вас будет мир. И когда у вас мир Иисуса, Он у вас посреди урагана. При каждом урагане есть убежище. Хвала Господу! В каждой ситуации есть мирное место. И я хочу показать вам, как обитать в этом мирном месте. Люди даже не будут знать, что вы проходите через испытания, потому что вы под крылами Господа. Аллилуйя! Вы под Его защитой. Хвала Господу! Слава Богу! Аллилуйя! Благословенно святое имя Его! Я не знаю, с какой ситуацией вы пришли сюда в это утро. Иногда, глядя на людей, мы и понятия не имеем, через что они проходят. Аллилуйя! Они приходят, воздают хвалу Господу, потом вы узнаете, через что они проходят по сравнению с тем незначительным, через что проходите вы. И тогда вы спрашиваете, «Как же у вас может быть такой мир?» И они отвечают, «Потому что у меня присутствие Господа, Который дает мне успех». Аллилуйя! У меня присутствие Господа, Который дает мне успех. Хвала Господу! Вы идете по улице и думаете, «Боже мой, как мне справиться со всем этим? Как мне разобраться с этой проблемой?» Я скажу вам, как разобраться. Прежде всего, Иисус уже с ней разобрался. Послушайте, Он все уже сделал для вас. Воскликните, «Мир, мир, мир!» Это и есть истинный мир. Мир, который будет у вас посреди бури. Это истинный мир, который вы переживаете с Иисусом. Этот мир превосходит всякое понимание. Он несравнимо превосходит ваше понимание. Вы сидите и думаете, «Я не понимаю, как я вообще могу быть в мире?» Тем не менее, Бог заранее приготавливает вас к тому, что скоро произойдет. Бог говорит вам, «Начни читать Слово, начни говорить со мной, начни молиться в Духе Святом». А вы даже не знаете, вот-вот что-то случится. Но ко времени, когда это случается, вы обнаруживаете, что вы в мире, потому что вы несете в себе Слово, которое Бог вложил прямо в ваш дух. Воскликните, «Мир, мир, мир!» С обычной точки зрения, дамы и господа, и я хочу, чтобы вы использовали свою фантазию, но с обычной точки зрения совершенно непонятно, как вы можете быть в мире и покое, проходя через тяжелые времена. С обычной точки зрения это непонятно. Непонятно, как можно иметь мир. С обычной точки зрения, когда вы проходите через тяжелое время, естественно быть поглощенным этим, говорить о мире в ситуации, когда вы проходите через трудное время, говорить о мире, когда у вас гнетущее обстоятельство, это кажется бессмысленным. Но сверхъестественно, вы можете быть наполнены миром необычно, а сверхъестественно. Не путайте одно с другим. Я не хочу, чтобы вы пытались наполниться каким-то своим миром. Потому что не верю, что это произойдет. Немало людей пытаются достичь мира какими-то обычными средствами. Они пытаются получить его через отношения, через покупку вещей, через смену обстановки. Но так мира вы никогда не получите, потому что ищете его не в том месте. Но мы обретаем мир сверхъестественно. Мы дети сверхъестественного. Мы не дети видимого мира, но мира сверхъестественного. Нам необходимо осознать, что делает Дух Божий. Он тихо, тайно, сверхъестественно обеспечивает нас силой, о которой мы даже и не знали, что она у нас есть. Вы думали, будут ли у вас силы пройти через это испытание. Но когда оно пришло, Бог сверхъестественным образом дал вам мир Иисуса, который провел вас через бурю. Кто-то должен мне помочь в этом месте в это утро. Мир определяет мир как гармонию и спокойствие. Мирской мир основан на внешнем комфорте. Его основа — то, что происходит в мире чувств, ощущений. Мир говорит, что если все хорошо в сфере ощущений, тогда у меня и мир. Но что, если в этой сфере дела идут нехорошо? В эти последние времена, чего только не происходит. Сегодня, сейчас мы живем в самые опасные времена в человеческой истории. Вы слушаете новости, и вам ясно, что чего только не происходит. Вы окружены вещами, которые так и стараются украсть у вас ваш мир. Дамы и господа, мы говорим не о том мире, основа которого — комфорт. Мы говорим не о мире, основанном на том, что происходит вокруг нас. Падут подля тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя. Но для тех из нас, кто живет в сверхъестественном мире, в мире Иисуса, к тебе не приблизиться. Только смотреть будешь очами твоими. Иисус может коснуться того, что вы чувствуете внутри. И может обратить бурю внутри вас в мир. О, я знаю, о чем говорю. Иисус может коснуться того, что вы чувствуете внутри. Когда вы чувствуете тревогу, панику, страх, смятение. И он может дать вам мир вместо бури. И вместо эмоционального срыва у вас будет духовный прорыв. У вас была такая ситуация, когда вы думали, что у вас будет надлом. Но вместо этого Бог дал вам духовный прорыв. И глядя на свою жизнь сегодня, вы не хотите скрывать, как вы прошли эту ситуацию. Сверхъестественный мир Иисуса превратил бурю в мир. О, Иисус! Повернитесь к сидящему рядом и скажите, «Мир, мир, мир!» Бог сделал что-то, производя свое действие. Он укрыл вас под Своими крылами. Где ты был на прошлой неделе? Я скрывался. Я укрывался под крылами Господа. Понимаете? Иисус всегда производит преображение изнутри наружу, но не снаружи-внутри. Ваш великий внешний успех происходит по причине великого мира и великой силы внутри. И вы учитесь, как пребывать в мире в покое Иисуса. Мир Иисуса — один из определяющих факторов успеха в вашей жизни, потому что снова и снова, когда вы могли опустить руки, потерять рассудок, сойти с ума, снова и снова приходит мир Иисуса, и сила Иисуса показывает вам, ты не один. Аллилуйя! Послушайте, какое обетование Бог дает нам в 28-м псалме. Книга Псалмов, 28-я глава. Повернитесь к сидящему рядом и скажите, «Все хорошо! Мир Иисуса с вами!» Повернитесь в другую сторону и скажите, «У вас есть Божья защита!» «Боже мой! Боже мой! Боже мой! Вы можете плакать, но при этом знать, что вы под защитой, верно? Вы можете сидеть в комнате один, но знать, что вы под защитой, верно? Вы знаете, что Бог никогда не оставит и не покинет вас, не отнимет от вас руки свои. Он обещал, «Я не, я не, я не брошу тебя, я не покину тебя, я не оставлю тебя одного». Я хочу что-нибудь пнуть. Но с платформы все убрали. Посмотрите обетование в 11 стихе 28-го псалма. В псалме 28-11 говорится, «Господь даст силу народу своему». Господь благословит народ свой. Чем? Миром. Обратите внимание на взаимосвязь между миром и силой. Господь даст силу народу своему. Как? Дав ему мир. Мир Иисуса. Я говорю не о мире, который я стараюсь выработать своими усилиями. Я говорю о мире, который оставил мне Иисус. О том самом мире, о котором Иисус сказал в 14-й главе Евангелия от Иоанна. Мир оставляю вам. Писание говорит о таком мире. Давайте откроем 14-ю главу Евангелия от Иоанна. Я даю вам мир. Господь благословит народ свой миром. Аллилуйя. Воскликните. Я принимаю его. Аминь. Я верю в завершенные дела Иисуса. Я верю в то, что мир Иисуса завершенное дело. Я не верю в то, что должен просить Бога о нем. Умолять его о нем. Я не верю, что приходя к Богу должен говорить, «Господь, наверное, я не достоин, но ты прости меня еще раз». Нет, нет. Это завершенное дело. И я верю, что изобилие мира и силы Иисуса доступно мне когда угодно и для чего угодно. Мир Иисуса доступен мне, как и праведность Божия, по вере. Мир Иисуса доступен мне всегда, когда я в нем нуждаюсь. Он часть его завершенного дела. Мир Иисуса доступен мне, потому что он сделал его доступным для меня. Аминь. Послушайте, что сказано в 27 главе 14 главы Евангелия от Иоанна. В Библии эти слова выделены красным шрифтом, потому что их говорит Иисус. «Мир, оставляя вам, мир мой, мир мой даю вам». Он совершенно ясно говорит. «Мир, оставляя вам, мир мой даю вам». Не так, как мир дает. То есть, он говорит не о мире, который понимает мир, основанный на спокойствии, комфорте в жизни, на внешних обстоятельствах. Иисус говорит не об этом мире. Он говорит о мире, который вы будете чувствовать даже в некомфортной ситуации. Это мир, который превосходит ваше понимание. Он говорит, «Мир, оставляя вам, мир мой даю вам». «Не так, как мир дает, я даю вам». «Да не смущается сердце ваше». Здесь имеется в виду вот что. «Вы не позволяете своему сердцу смущаться». Бог говорит, «Не я, а вы несете за это ответственность. Вы не позволяете своему сердцу смущаться». Со стороны Бога было бы неправильно требовать от меня не позволять моему сердцу смущаться, если бы у меня не было способности это делать. Итак, у меня есть способность не позволять своему сердцу смущаться. Но что мне делать, чтобы не позволять своему сердцу смущаться? Мне надо сосредоточить свой ум на нем. Сосредоточить свой ум на Иисусе, а не на проблеме. Вы не позволяете своему сердцу смущаться. А какие шаги нужно предпринять для этого? Итак, мое сердце смущается. Вот что я делаю, чтобы оно не смущалось. Я прилепляюсь к истине, а не к обстоятельствам. Таким образом, Я не позволяю своему сердцу смущаться Что я делаю, когда при появлении проблемы Пою хвалу Господу Я не позволяю своему сердцу смущаться Что я делаю, когда практикуюсь в присутствии Божьем И принимаю завершенное дело мира Я не позволяю своему сердцу смущаться Дело этого, вы не позволяете своему сердцу смущаться И еще Иисус говорит И да не устрашается Послушайте это место в расширенном переводе Мир оставляя вам Собственный мир мой даю и завещаю вам. Не так, как мир дает. Я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Перестаньте позволять себе волноваться и беспокоиться. Не позволяйте себе бояться. Не поддавайтесь запугиванию. Не будьте трусливыми и неуверенными. Иисус говорит, вы примите решение. Я не буду беспокоиться. Я не буду волноваться, когда вы видите, что беспокоитесь из-за нехватки. Когда видите, что беспокоитесь из-за проблемы, примите решение. Нет, я не буду волноваться из-за этого. Я вижу, что происходит, но беспокоиться не буду. Я буду пребывать в Слове. Я не буду бояться. Я буду пребывать в Слове Божьем. Я буду петь «Аллилуйя!» Пока проблема не уйдет. Я буду говорить «Хвала Господу!» Спасибо, Иисус, пока проблема не уйдет. Я не буду волноваться, робить. Я не буду бояться. Так что, если ты появишься, дьявол, то убедись, что хочешь этого Потому что, если ты появишься, я произнесу тысячу Аллилуйя тебе в лицо Я не буду бояться, я не буду волноваться, и я не буду робить Я знаю, где источник мира Давайте откроем 90-й Псалом Я хочу вам что-то показать Аллилуйя Мы, христиане, должны знать, как активировать власть, данную нам Нам надо знать, как включать ее Не так, что я волнуюсь, у меня проблемы, и я слышал, что проповедовал пастор, но не знаю, как это применить Но вот я говорю вам Я говорю вам о практическом аспекте Чтобы, когда что-то случится, вы знали, как активировать свою власть и воспользоваться ею Первый стих 90-го Псалма «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью могущественного во всех областях нашей жизни покоится» Вот что означает слово «всемогущий» Итак, «живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится» Прочтите 4 стих «Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен» «Щит и ограждение истины его» Понимаете, в этой жизни вам нередко нужен щит Потому что у вас есть враг, который пускает в вас стрелы, огненные стрелы Аллилуйя А у нас, христиан, есть щит против этих стрел Аллилуйя Аминь Вот на что обратите внимание Неважно, какие обстоятельства окружают вас и выступают против вас Вы можете воззвать Господу о Его незаслуженном вами благоволении, как это делал Давид Смотрите, что произошло, когда Давид сделал это Откройте 56-й Псалом, а 90-й не закрывайте Я хочу связать эти два местописания 56-й Псалом, 2-й стих Давайте прочтем его вместе Готовы? Читаем «Помилуй меня, Боже Помилуй меня Ибо на Тебя уповает душа моя И в тени крыл Твоих я укроюсь Доколе не пройдут беды Не знаю, как вы, но я представляю себе человека, готовящегося к урагану И у него есть подземное укрытие Он услышал, что ураган будет очень сильный и говорит «Этот ураган я остановить не могу Но у меня есть укрытие Есть убежище, где я могу спрятаться Есть тайное место, куда я могу пойти Есть безопасное место, в которое я могу пойти И он говорит «В этом месте я укроюсь, доколе не пройдут беды Бурей Дамы и господа Вот чем мы уникальным образом отличаемся от этого мира Когда в нашу жизнь приходят тяжелые времена Мы можем спрятаться Пока они не пройдут Я говорю не о том, чтобы отсиживаться дома и прятаться от людей Но, слава Богу Вы можете спрятаться в присутствии Божьем И беда не сможет вас найти Она вас ищет Но вы в укрытии Там, куда беде не позволено входить Вы в тайном месте Понимаете? Это тайное место Это место убежища Это безопасное место Беда не может найти вас и должна пройти мимо Потому что вы в укрытии Аллилуйя Именно это и произошло, когда пришел ангел смерти Кровь Иисуса была на косяках дверей Книга Исход И ангел смерти должен был пройти мимо Потому что Послушайте Давайте я объясню В безопасных местах были не только совершенные люди Когда пришел ангел смерти И в этих безопасных местах были не только евреи Но и некоторые египтяне Аллилуйя Когда вы под защитой крови Иисуса Когда вы в тайном месте Вы слышите, что я говорю? Когда вы под защитой крови Иисуса Когда вы в тайном месте Беда не может найти вас Вы там, но вы невидимы для беды Она должна пройти мимо вас и появиться где-то еще Потому что когда вы в присутствии Господа Под защитой крыл его Беда не может вас коснуться Поэтому я говорю Господу Ты мое убежище Ты моя крепость В час моей слабости И беде не найти меня Падут подли меня Тысяча и десять тысяч Одеснуя меня Но ко мне не приблизятся Потому что беда Тебе меня не найти Ты не сможешь меня найти Тебе меня не найти Тебе меня не найти Я знаю, что ты хочешь сломить меня Я знаю, что ты хочешь довести меня до нервного срыва Я знаю, что ты хочешь моего поражения Я знаю, что ты хочешь Чтобы я повел себя как безумный Но я тебе скажу Этого не будет Потому что я под крылами Господа Аллилуйя И не только сегодня Не только сегодня Откроем 90-й Псалом, продолжаем тему Хочу кое-что показать Аллилуйя Мы, христиане, должны знать, как активировать власть, данную нам Нам надо знать, как включать ее Не так, что Я волнуюсь, у меня проблемы И я слышал, что проповедовал пастор Но не знаю, как это применить Но вот я говорю вам И говорю вам о практическом аспекте Чтобы когда что-то случится Вы знали, как активировать свою власть и воспользоваться ею Первый стих 90-го Псалма Живущий под кровом Всевышнего Под сенью могущественного во всех областях нашей жизни Покоится Вот что означает слово «всемогущий» Итак, живущий под кровом Всевышнего Под сенью всемогущего покоится Прочтите четвертый стих «Перьями своими осенит тебя И под крыльями его будешь безопасен Щит и ограждение истина его Понимаете? В этой жизни вам нередко нужен щит Потому что у вас есть враг Который пускает в вас стрелы Огненные стрелы Аллилуйя А у нас, христиан, есть щит против этих стрел Аллилуйя Аминь Вот на что обратите внимание Неважно, какие обстоятельства окружают вас И выступают против вас Вы можете воззвать Господу О Его незаслуженном вами благоволении Как это делал Давид Смотрите, что произошло Откройте 56-й Псалом А 90-й не закрывайте Я хочу связать эти два местописания 56-й Псалом, 2-й стих Давайте прочтем его вместе Готовы? Читаем Помилуй меня, Боже Помилуй меня Ибо на тебя уповает душа моя И в тени крыл твоих я укроюсь Доколе не пройдут беды Давайте я прочту в новом переводе Короля Якова Будь милостив ко мне, Боже Будь милостив ко мне Ибо на тебя уповает душа моя И в тени крыл твоих я укроюсь Доколе не пройдут беды Не знаю, как вы, но я представляю себе человека, готовящегося к урагану И у него есть подземное укрытие Он услышал, что ураган будет очень сильный и говорит Этот ураган я остановить не могу Но у меня есть укрытие Есть убежище, где я могу спрятаться Есть тайное место, куда я могу пойти Есть безопасное место, в которое я могу пойти И он говорит В этом месте я укроюсь Доколе не пройдут беды Бури Дамы и господа Вот чем мы уникальным образом отличаемся от этого мира Когда в нашу жизнь приходят тяжелые времена Мы можем спрятаться, пока они не пройдут Я говорю не о том, чтобы отсиживаться дома и прятаться от людей Но, слава Богу Вы можете спрятаться в присутствии Божьем И беда не сможет вас найти Она вас ищет, но вы в укрытии Там, куда беде не позволено входить Вы в тайном месте Понимаете? Это тайное место Это место убежища Это безопасное место Беда не может найти вас и должна пройти мимо Потому что вы в укрытии Аллилуйя Именно это произошло, когда пришел ангел смерти Кровь Иисуса была на косяках дверей Книга Исход И ангел смерти должен был пройти мимо Потому что Послушайте, давайте я объясню В безопасных местах были не только совершенные люди Когда пришел ангел смерти И в этих безопасных местах были не только евреи Но и некоторые египтяне Аллилуйя Когда вы под защитой крови Иисуса Когда вы в тайном месте Вы слышите, что я говорю? Когда вы под защитой крови Иисуса Когда вы в тайном месте Беда не может найти вас Вы там, но вы невидимы для беды Она должна пройти мимо вас И появиться где-то еще Потому что когда вы в присутствии Господа Под крылами Его Беда не может воскоснуться Поэтому я говорю Господу Ты мое убежище Ты моя крепость в час моей слабости И беде не найти меня Падут подли меня тысяча и десять тысяч Одесную меня Но ко мне не приблизиться Потому что беда Тебе меня не найти Ты не сможешь меня найти Тебе меня не найти Тебе меня не найти Я знаю, что ты хочешь сломить меня Я знаю, что ты хочешь довести меня До нервного срыва Я знаю, что ты хочешь моего поражения Я знаю, что ты хочешь Чтобы я повел себя как безумный Но я тебе скажу Этого не будет Потому что я под крылами Господа Аллилуйя То есть Этого не произойдет Не будет Вспомните прятки Я спрячусь А враг меня не найдет Пока я молюсь на иных языках И благодарю Иисуса Держусь за Писание От сердца хвалю Господа И кричу Ему славу Враг не найдет меня Держусь за Писание Даже когда враг пытается нас отвлечь Мы можем спрятаться в убежище В нашем Господе, Иисусе Христе Теперь о вещах прикладных Как начать свой день? Как начать свой день? Вот что важно Подумайте, как это сделать правильно Вы начинаете день с Иисусом? Или с выпуска новостей? Я не говорю, что слушать новости — это грех Но спрашиваю, как вы начинаете день? Советую начать его с общения с Иисусом Начать его с практики пребывания в присутствии Святого Духа С познания Его С благодарности за ваш ночной отдых и раннее пробуждение Начать день со слов «Святой Дух, доброе утро» Начать с молитв за друзей Начать со слов «Господи, я доверяю Тебе», хотя пришла проблема, я не знаю, как ее решить, но Ты это сделаешь Я буду следовать за Тобой Начать день с принятия Его незаработанной милости Мудрости и силы Станьте, как Иосиф из бытия С Ним был Господь Иосиф был успешен Почему Он был таким? Потому что с Ним был Господь Дамы и господа, если вы родились выше, то с вами Господь Да, Он с вами Если вы родились выше, Господь с вами Он с вами? Значит, вы уже успешны Вы уже человек успеха Со мной Господь Скажите «Господь со мной», поэтому я имею успех Скажите опять «Господь со мной», поэтому я имею успех Сегодня я имею успех, потому что Эммануил со мной Успех приходит не после покупки новой биты для софтбола Или когда все обращают на вас внимание А когда вы настроились на волну общения с Иисусом Ой, брат Доллар Знаешь, что сейчас происходит? Какая разница, что? Что бы ни было, знание фактов мне не поможет Когда беда заглянет в дом Во-первых, убедись, что ты начал день с общения с Иисусом, а не с бедами Иной раз и не надо знать, что происходит Не знаю и не хочу знать, что происходит Что бы ни стряслось, я буду готов Я буду в убежище Аллилуйя Поэтому и знать об этом не хочу Нет ничего плохого в том Пожалуйста, поймите меня верно Не ходи туда Не иди сюда Пастор Доллар сказал, что новости смотреть нельзя Иди выключи Этого я не говорил Я не призываю вас покончить с просмотром новостей Я такого не советую Иногда люди смиряются с дурными вещами Вы уже привыкли жить в страхе Вы думаете, что тем испортили имущество Этим разрушили дом С тем они жили рядом Да и от вас недалеко Что они сделали с их автомобилем И что теперь может произойти с вашей машиной Такие вот мысли А у меня на них нет времени Я должен проверить Нахожусь ли я в убежище Кому-кому А мне, даже если придут враги Ничего не сделают Знаешь, что я тебе скажу? А вот что скажу Вот что Успех приходит, когда мы настроены на волну Слова Божьего На присутствие Иисуса Откроем 126-й псалом Я размышлял о нем Прорабатывал в границах моей судьбы Псалом 126, стих 2 Если открыли, скажите Аминь Читаем стих 2 Готовы? Читаем Напрасно вы рано встаете Поздно просиживайте Едите хлеб печали Тогда как возлюбленному своему Он дает сон Тем, кого он любит Он дает сладкий сон Обратите внимание на второй стих Расширенный перевод Напрасно вы рано встаете Поздно просиживайте Едите хлеб беспокойства и изнурительного труда Едите хлеб печали А своим любимым Он дарит благословение во время сна Поздно ли, рано ли Вы едите хлеб печали Это хлеб мира сего Хлеб этого мира То есть мирские новости Едите хлеб печали И здесь сказано Что это напрасно То есть все это безрезультатно Оно не принесет плода в вашу жизнь За исключением того, что вы не захотите увидеть Да? Иисус есть хлеб жизни Мы посвятим Ему время Поедим хлеба жизни Вкусим Иисуса Аминь Обретем благословение Будьте осмотрительными насчет того Что слышат ваши уши И куда глядят глаза Я не разбираю тему дела плоти Но мы обязаны иметь представление Все, что входит в наши глаза и уши А входит все это в избытки И что от избытка слетает с губ Становится частью нас Укореняется в нас Становится частью нашей сущности Куда вы больше всего смотрите? Что чаще всего слушаете? О чем чаще всего говорите? То, что входит в почву сердца Овладевает Управляет судьбой Это называется Закон принятия Все, на что вы смотрите Или слушаете Или говорите с избытком Войдет в почву вашего сердца И овладеет Начнет управлять вашей жизнью Так и будет Почему я беспокоюсь? Почему постоянно боюсь? Почему все время сомневаюсь? Спросите себя На что я смотрю и что слушаю? Почему я боюсь выйти из автомобиля? Потому что продолжайте внимать новостям Говорю вам, дамы и господа Следите за тем, куда смотрите И что слушаете Некоторые привыкли питаться От дерева познания добра и зла Они не вкушают от древа жизни Если вы все время поглощаете плохие новости Значит, питаетесь от дерева познания добра и зла А каковы последствия? Наступает смерть Приходит разочарование Приходит страх Приходит печаль Но что происходит, когда вы посвящаете время И вкушаете от древа жизни Питаетесь истинами Библии Вкушаете Иисуса Вы понимаете, что ходите в мудрости И в незаслуженной милости Осознаете, что к вам пришел большой успех Ведь чем питаемся, тем и становимся Откроем на какое-то время четвертую главу притч Притчи, глава четвертая Пока ищите, скажите Мир, мир, мир Притчи, глава четвертая, стих двадцатый Читаем до двадцать второго стиха вместе Готовы? Читаем Сын мой Слова моим внимай и крича моим Преклони ухо твое Да не отходят они от глаз твоих Храни их Внутри сердца твоего Потому что они жизнь для того, кто нашел их И здравие для всего тела его Внимайте Слово Бога Задумайтесь Посреди скорбей, тяжелой поры, посреди бури у нас есть выбор Внимать Слово Бога или внимать обстоятельством Все познается на практике Когда враг атакует, у нас есть выбор Либо открывать Библию, или слушать, или смотреть Запись проповеди Внимать Слово Бога Либо внимать негативность ситуации Падать, исполненным страхом и умирать Решение за вами Выбор за вами Увы, но многие христиане Во время тех или иных трудностей Или потерь Проводят мало времени в изучении Библии Просмотре или прослушивании проповеди Да у них рука не поднимется даже позвонить друзьям И попросить помощи Нет, звонить надо Не для пролития слез А для проповеди Если вы хотели, чтобы вам посочувствовали То перед тем, как звонить Убедитесь, что помните имена этих друзей Но мне, извините, звонить не нужно Я не оправдаю ваши ожидания Я найду стихи из Библии и начну проповедовать Хвала Господу Почему? Потому что, внимая Слово Бога Вы внимаете жизни Внимаете здоровью Внимаете силе Божьей Или можно внимать ваши негативные ситуации Но, пастор, вы не понимаете Кто-то из проходящих через трудности Очень раздражается А кто-то весьма обижается Когда вы проповедуете им из Библии Так и есть Ведь когда они дозваниваются То ожидает сочувствие Распахнутую жилетку Чтобы выплакаться Закрываем рот Берем себя в руки Выкидываем на помойку Жалость к себе Ты не выберешься из ямы Рассчитывая на чью-то жалость Нет, я посочувствую вам Отнесусь любовью и добротой Слава Богу Знайте, что я люблю вас и ценю И знайте, что все будет хорошо Еще утешу вас в Писании А они снова за свое Только теперь они как будто скучают по вам Знайте, что я люблю вас Знайте, что я ценю вас Я с вами, дружище Я буду молиться за вас А еще знайте, что говорится в 26-м псалме А еще знайте, что сказано в 13-й главе послания к евреям В 5-м стихе Это справа В расширенном переводе Ты не останешься в стыде Не останешься Я не уберу от тебя свою руку Не оставлю тебя и не покину Я расскажу свое свидетельство 20 лет назад со мной произошло то же самое Я хотел, чтобы меня погладили по руке и пожалели Но одна леди пришла ко мне и начала проповедовать из Библии Вот так я получил свободу от гнета в той ситуации Как-то нам позвонила одна женщина и сказала Я скоро умру И позвали меня Почему меня позвали? Сказали, что я могу ее утешить Я пошел в больницу и услышал ее причитание Я умру Я умру Я думал, что так и будет Я вхожу в комнату, она повторяет то же самое Я ей говорю Перестаньте Закройте уста прямо сейчас И она их заградила Вот так Я сказал Послушайте Что вы говорите, то и получаете Библия говорит Он изранен был за грехи наши и мучим за беззакония наши Наказание нашего мира было на нем И ранами его мы исцелились Дорогая моя Вы в это верите или нет? Верите или нет? В другой раз у маленькой девочки была мечта Она загадала желание И не знаю почему Но ее последним желанием было увидеть меня Она желала увидеть меня Но Бог уже приготовил решение проблемы Да, я согласился приехать к той малютке Но это не стало ее последним желанием Вхожу в помещение Папа с мамой прощаются с девочкой А я говорю ей У тебя будет хороший день Я христианин Мы живем верой и верим в Бога И я буду молиться за тебя И все, что должно привести к изменениям Исцеление сердца или новое сердце Это произойдет Все, что нужно, это твоя вера Веришь? Она глазенки вытаращила Да Я посмотрел на ее маму Вы верите? Да, да Тогда давайте это сделаем Слава Богу Я возложу на нее руки Прощай болезнь Благословляя тело Когда наступит исцеление Приходите в нашу церковь всей семьей Мы забронируем для вас стулья Я хочу, чтобы вы рассказали свое свидетельство Это было несколько лет назад Они пришли в нашу церковь У маленькой девочки здоровое сердце И сейчас она живет и радуется А все благодаря тому, что ее не жалели Рассказали истину Слава Богу, что Он направил меня туда И я уделил ей время А Его Слово принесло жизнь И исцеление этому ребенку Внимайте Обращайте внимание на это Слово Обращайте на него внимание Внимайте этому Слову Очами, равные ушами И размышляйте над ним Пропитывайтесь им и вкушайте Позвольте жизни просочиться ваше тело Через это Слово Прикоснуться ко всему телу Каждая его частица Да будет слава Богу Пусть Бог проговорит ваше иммунной системе Не позволяя ей впустить ничего инородного Аллилуйя Жизнь Бога приходит из Его Слова Бог сказал И я начал существовать Аллилуйя Да будет слава Богу Ведь тот самый Дух Что воскресил Иисуса из мертвых Прибывает в вас И дает жизнь вашему смертному телу Да, это тот же самый Дух Что воскресил Иисуса из мертвых Скажите Мир, мир, мир Вот откуда Он приходит Вот откуда Он приходит Вам решать в минуту скорби Кого слушать Ведь кого вы слушаете Тем вы и становитесь Внимайте Библию Слушайте Библию Переключитесь на Слово Божье То есть переключитесь с других Неправильных вещей на Писание Они обкрадывают вас Я хочу внимать Слову Божьему То есть я просыпаюсь рано утром И чтобы пообщаться с Богом Как должно Я встаю в четыре Чтобы не остаться в поражении Вставайте Молитесь Читайте Славьте Вы можете ходить в беспокойстве Как оплатить счета Полежу еще в постели Зачем? Вы беспокоитесь Преждевременно стареете Испытываете стресс Позволяйте негативу прийти к вам Встаньте и пригласите Вечность в дом Пусть тот демон знает Послушайте Я буду спать И в духе буду переживать Пробуждение Пока ты не уйдешь Понимаете? Я всю ночь в духе Пребываю в церкви Поэтому уйди прочь А если нет То у меня есть кассеты Диски с проповедями Молитвы на иных языках Что хочешь, то и делай Мне все равно Но я не позволю тебе победить меня Надо заплатить по счетам Бог поможет Ребенку нужны вещи Бог даст Я знаю, что делать Слушайте Может быть вы не знаете Как решить свой вопрос Но навсегда запомните Куда надо идти с ним Навсегда запомните Куда надо идти с ним Вы не потерпите поражение Бывают дни, когда приходится Трудно в битве Или только исповедал по вере Но ничего не меняется А враг возвращается Охватывает беспокойство О Боже Но не сдавайтесь Да, вы посреди сражения Тут своя атмосфера Но это не значит Что вы проигрываете Возможно страх окружил ваш дом Но он не притронется к вам Не впускайте его Хоть он и стучится в дверь Не впускайте его Тарабанит в окно Не впускайте Он вокруг вас Не впускайте Потому что вы приняли решение Пребывать в тени Божьих крыл Если так поступаем То что произойдет? Вы исцелитесь Деньги придут Придет материальное обеспечение Одного человека Бог исцелит Другого А вас поведет своей тропой Вы пойдете и встретитесь С нужным человеком Доверьтесь Богу Когда он ведет вас Аминь Когда вы выйдете из церкви Есть шанс Что из тысячи людей Вы встретитесь именно с тем Кого Бог ради своих целей Переведет к вам Вы думали, что тот человек Скоро отправится к праотцам Но Бог вон за тем поворотом Может направить вас к нему Чтобы спасти Бог знает Как сделать это Послушайте Что Дух Господа Говорит тем из вас Кто пытается понять Как все произойдет Ты в моих ладонях Ты в моих руках У Христа за пазухой Ты со мной Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует...